Всем привет, ребята! Меня зовут Оля Ермилова и даже не верится, что спустя несколько месяцев и такое количество событий я снова сижу на своем родном диване, в своем родном городе Киев и снова записываю видео для вас. Жизнь продолжается несмотря ни на что и мне хочется продолжать делать все, чтобы наша с вами жизнь продолжалась в новых реалиях и мы понимали, что даже проходя сквозь определенные сложности и трудности мы с вами трансформируемся, становимся еще лучше, интереснее и данные события, любые сложности в жизни только подсвечивают. наши сильные и слабые стороны. И самое главное, что сейчас произошло, мы увидели, в чем мы сильны, а в чем наоборот. Как именно мы реагируем на то, когда в нашей жизни происходит настоящее землетрясение, нас разбрасывает по миру, нас разбрасывает в своих мыслях, нас разбрасывает в нашей реальности, потому что буквально переворачивается и меняется все. У кого-то на какое-то время, а у кого-то навсегда. И, конечно, как поется в песне Утины Кароль, сдаться ты всегда успеешь. Но я предлагаю нам с вами оставить этот план как запасной, а сейчас приступить непосредственно к построению своей жизни. А как мы с вами уже знаем, если вы меня смотрите, то точно знаете, что строительство начинается не с реальности. Строительство начинается с нашего внешнего мира, с нашей головы, с тем, что находится внутри у нас. И ключевая наша задача прежде всего собрать свои мысли и собрать свою внутреннюю елочку. Вот так вот взять один стержень, как в детстве, помните, и, как по принципу пирамидки, туда настроить разных веточек, кружочков, всего того, что, в общем-то, будет в дальнейшем являться нашей жизнью. И для этого нам необходима опора. А опора как раз, опора как раз и есть наше с вами мышление. И сегодня я хочу поговорить с вами о законах денег, о денежном мышлении. Мы говорили об этом очень много, но это является ключевой темой, потому что мы с вами по-прежнему живем в материальном мире. И по-прежнему деньги сегодня определяют для нас очень многое. И я думаю, что многие из нас убедились в том, что когда мы умеем зарабатывать деньги, у нас есть деньги, мы так или иначе в любой ситуации чувствуем себя гораздо более свободными, нежели чем когда у нас этих денег нет. Потому что когда эти деньги есть, мы можем понимать и принимать решение, в какую точку земного шара нам отправиться, где нам жить, как построить свою жизнь там. А вот когда мы понимаем, что ничего у нас нет, а утащить с собой мы, в общем-то, материального много особо не можем, а порой не можем вообще ничего, вот тогда становится страшно. И я хочу, чтобы первое, что вы осознали, что ключевой, самый ценный багаж, который у вас есть, это всегда ваше мышление. Где бы вы ни оказались, при каких бы обстоятельствах это ни произошло, если в вашей голове все сложено по полочкам, если вы умеете сосредотачиваться, если вы умеете ставить свои цели, если у вас есть необходимые навыки и знания для того, чтобы собрать себя в кучу в нужный момент, вот тогда можно сказать, что вы действительно богатый человек. Потому что материальные блага в один момент могут быть разбиты и уничтожены одной ракетой, но если вы сумели этого достичь, и если у вас есть этот внутренний опыт и эта сила, то вы непременно сможете создать это еще, еще и еще. Ну и как бы, знаете, сразу же скажу, что не стоит забывать о том, что как пришли голые, так и уйдем. А следовательно, нельзя назвать непосредственно материальный капитал самой ценностью, а вот умение этот капитал притягивать к себе и создавать везде, где бы ты ни находился, вот это на самом-то деле и является непосредственно нашей ценностью, тем, что остается с нами. И я уверена, что переносится и в другие жизни, и в другие миры. Так что же такое, что же за законы денег такие существуют? Давайте будем об этом с вами вспоминать, а кто-то будет знать. Прежде всего, важно понять, что деньги – это энергия. Деньги – это не бумага, не монетки, и не то, что мы гоняем с одного счета на другой. Деньги – это энергия. А главный закон энергии гласит, то, что ты излучаешь, то ты и притягиваешь. И если со словом или с понятием «деньги», «материальное благо», у вас связана ненависть, у вас связан страх, у вас связана проблема, слезы, какие-то другие негативные мысли, то вы должны запомнить очень простую штуку. Что пока вы этот негатив излучаете, вы в свою жизнь ничего со знаком «плюс» и «удовольствие» притянуть не можете. Вокруг вас как будто бы распространяются такие большие колючие колючки, такие, знаете, цветы вампиры с колючками, и к вам никто другой пробраться не может. Пробираются только такие же колючки, потому что они друг друга не могут поранить и зацепить. Поэтому первое, что мы должны осознать, что наша ключевая задача в законах денег – это найти все негативные моменты, которые у нас рождаются. Вы можете много раз думать о том, что вы относитесь к деньгам хорошо, с любовью, но здесь есть очень простое правило. Если у вас проблемы с деньгами и в кризисные какие-то такие сложные моменты вы не можете никаким образом для себя притянуть денег, заработать их, не знаю, сделать так, чтобы каким-то образом они к вам пришли, это говорит о том, что у вас есть большое количество каких-то своих ограничивающих убеждений и программ, которые на энергетическом уровне создают вот ту самую колючку. Смотрите, давайте еще раз, как это работает. Что такое убеждение? Убеждение – это когда в моей голове глубоко засела мысль, что, например, деньги – это сложно, деньги – это про проблемы, например, деньги честным путем не заработать. И таких убеждений у каждого из нас огромное количество в разных сторонах. Откуда они взялись? Убеждения приходят к нам через несколько путей. Первый путь – это то, что мы слышим от других людей, и особенно с детства принимаем это за правду, даже не проверяя. Помните, как бывает, когда те говорят «не-не-не, там, это невкусно, и ты там никогда это не ел, не пробовал и даже не хотел». Вот то же самое касается и каких-то убеждений. Очень часто родители делятся каким-то опытом друг с другом, или говорят что-то вам, и вы принимаете это за чистую монету. И это со временем становится вашим убеждением. Что такое убеждение? Вот знаете, убеждение – это такой слиток золота. То есть сначала это такая маленькая, знаете, жидкая капля. Видели когда-то, как золото показывают? Вот оно такое жидкое. Вот жидкая капля. Но затем, когда этих капель становится много, это превращается в такой мощный, мощный, твердый кирпич, который уже невозможно чем-то распилить. Сделать это очень-очень-очень сложно, и для этого нужны специальные приспособления. И вот это убеждение, когда оно становится тяжелым, оно проваливается внутри нашей головы в такой сейф, такой бум. И вот если вы когда-то пробовали сдвинуть что-то несдвигаемое, которое весит тонну, то вы узнаете, что эффекта нету ровным счетом никакого. Можете даже не пытаться. Вы даже попробуйте сдвинуть, знаете, такие на дорогах ставят буйочечки, да, чтобы не парковаться. Ну вот попробуйте такой вот буйочечек сдвинуть сам. Нет, не получится. Для этого тоже нужно хорошенько попотеть, может там разрезывать его на кусочки, или попросить кого-то, чтобы вам помог. Так вот, убеждение обладает вот такой вот фундаментальной силой, да, например, деньги там не для нашей семьи, стерто-стерто. Вот это фундаментальное убеждение, но как это работает во Вселенной? Работает это очень просто. Наша Вселенная, она вообще состоит из энергии. Главное, что у нее есть, это энергия. Все в мире, согласно квантовой физике, является энергией. И управляет этой энергией сознание, мозг человека. То есть мозг человека имеет доступ ко всему абсолютно в мире, но согласно тем убеждениям, которые у нас есть, мы с вами выбираем, что будет нашей правдой. Мы можем выбрать, что нашей правдой будет, что богатство создано для нас, и жить по этой программе. Но чаще всего, как я уже сказала, наша плита, вот эта золотая, формируется из негативных убеждений. Но поскольку все в мире энергия, то вот это негативное убеждение, это тоже энергия. И она формируется вокруг нас, как энергетическое поле, со знаком минус. А знак минус притягивает все со знаком минус. Болезни, проблемы, какие-то ситуации мелкие. И вот когда вы говорите, мне всегда не везет, у меня не получается, я никак не могу заработать, вот все время бьюсь как головой об стенку, это и говорит о том, что ваше убеждение, оно создает постоянную энергетическую волну. Мы сейчас с вами можем говорить о новых примерах, например, таких как ПВО, противовоздушная оборона, которая сбивает ракеты. Вот вы создали себе мощную, противоубежденческую, вот такую оборону, которая сбивает все хорошее. Только что-то хорошее к вам пытается прокраситься, ваше убеждение тут же, и все, и нет этого. Все плохо, все проблематично. Если бы такие обороны были бы у стран, то я думаю, что воин бы не было вообще, не было бы смысла в них. Но вот у нас они с вами имеются, и чаще всего почему-то работают против нас. Именно поэтому большое количество людей всю жизнь находится на какой-то мели, в каких-то постоянных проблемах, и вылазит из одного, и залазит в другое, потому что вот эта энергетическая вся структура вокруг вас, она такая. Есть хорошая, прекрасная и замечательная новость. Человек способен этим управлять и менять это в любой момент своей жизни, вообще в любой. Тогда, когда он просыпается, я это называю пробуждением, и вдруг начинает понимать, что, возможно, жизнь не такая банальная и простая, как ему казалось. Может быть, как-то можно этим управлять, может быть, можно что-то изменить в своей жизни. И вот тогда у человека появляется другая такая энергетическая чистота. Чаще всего он находит на этой чистоте меня, правильные книги, каких-то других людей, и начинает видеть мир несколько иначе, по-другому. И он вдруг видит, что, оказывается, ситуация может быть управляемой. Так вот, как раз законы денег, они весьма просты. И заключаются они как раз в том, что мы с вами получаем ровно столько и таким путем, легким или сложным, как мы себе разрешаем это делать. То, на что мы с вами настроены. Я очень люблю пример про радиостанции, что когда мы с вами настроены на украинскую радиостанцию, национальную, радио Байрактар сейчас появилось, мы не будем там слушать какую-то американскую уже попсу, скорее всего, если это национальное прямо радио. Ну, по крайней мере, за границей точно такого не бывает. То есть, если эта волна вот про это, то она про это. Точно так же все происходит и у нас. То есть, когда мы с вами настраиваемся на какую-то определенную частоту проблем, про деньги, боли, то мы только это с вами и притягиваем. И задачка заключается в том, что все это происходит на автоматическом уровне. 99% людей даже не задумываются о том, какие у них там есть убеждения, что они там излучают, фигня. Все бред. Сейчас, например, война, экономика плохая, все рушится, мы все умрем, денег мало, цены растут, курс доллара огромный. Если вам нравится жить в этом поле и нравится самим себя вырывать во все эти проблемы, пожалуйста, наслаждайтесь. Это ваш выбор. Но если вы понимаете, что вам это не нравится, а выбраться из этого вы сейчас не совсем понимаете, как вы хотите зарабатывать, но ваши убеждения говорят, что сложно, невозможно, мало платят, вообще никому сейчас никто не нужен, сейчас бы просто выжить. Я вам открою секрет, но 90% населения земного шара на протяжении всей жизни ставит себе задачу выжить. От зарплаты до зарплаты. Но есть 10%, которые живут, рискуют, выигрывают, проигрывают, получают разный опыт, но при этом живут и живут красиво. И отличие между этими двумя группами людей только в выборе собственного мышления, только в выборе этого мышления. Мышление это как мышцы на теле, с этим нужно работать. Необходимо ежедневно делать специальные упражнения, уделять этому время и внимание. Но точно так же, как спустя месяц или два, в каком бы весе вы не находились, если вы будете регулярно тренироваться, вы заметите явные изменения в своем теле, точно так же вы заметите и изменения в своей жизни, когда начнете работать над своим мышлением. А еще вы заметите изменения в своем кошельке. И дабы не быть голословной в этом и не продолжать это еще очень долго, я просто прошу вас регулярно сейчас, каждый день смотреть мои видео, где мы будем с вами эту тему обсуждать. И где я буду подсказывать, рассказывать и проводить вас по пути законов денег и вашего сознания и подсознания. Если вы сейчас слабо понимаете, о чем я говорю, я вам рекомендую не тратить время зря, а посмотреть мои другие видео, в которых я поднимаю разные темы. И сознание, и подсознание, и устройство нашего мира. Это очень интересно. И, конечно же, обязательно ждать следующего видео, для того, чтобы узнать небольшие, а может быть и большие секретики того, каким образом мы можем помочь себе сейчас, в это время, перенастроить свое мышление, перестать бояться и, возможно, стать гораздо более финансово свободными, чем мы были всю нашу предыдущую жизнь. Помните о том, что возможность и проблема – это, в принципе, две стороны одной медали. Кого-то какая-то ситуация в жизни может убить, а кого-то сделать королем. И это всего лишь выбор каждого из нас. Я очень надеюсь, что вы сделаете правильный выбор. Я надеюсь, что вы рады и счастливы возвращению моих видео, потому что я настроена не просто поддерживать вас, а помогать нам с вами проявляться в этот период жизни наиболее активно и строить свою самую успешную в мире реальность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!